Итак, начнем. Вот есть такая команда, она называется Future for a Casting Group. То есть это группа, состоящая из, так их называют, Remote Viewers по-английски, а по-русски это называется отдаленные наблюдатели. В общем-то, люди, которые наблюдают какие-то события, которых нигде нет, которые нигде не обозначены, но на тонком плане это специально обученные люди, в специальных, очень и очень серьезных, будем так говорить, образовательных университетах. Некоторые в каких-то агентствах, которые называются, ну мы знаем как они называются, состоящие из трех букв, вот, и американские, и английские, и не только, других стран. Они на тонком плане, ну как бы типа медитации, так, они входят в какое-то измененное состояние сознания, и где они смотрят, что произойдет. Вот то, что им приходит, то и они освещают в виде рисунка. То есть они вот так вот натренированы и в виде рисунка, как, кто, как умеет рисовать и так далее. Ну, далее они все это дело объясняют. И вот он сказал, и тут прервалось все дело, потому что он сказал, но я-то слушал, да, он сказал, как оно еще и что оно будет, речь идет о финансовой системе. В данном случае речь шла о, он сказал, о биткоине и определенном, определенной стоимости этого биткоина в ближайшее будущее, которое он видит. Good for crypto, то есть речь идет о крипто, а это означает о том, что достаточно серьезная ситуация. Ну, об этом мы поговорим более на финансовых каналах. Что здесь показано? Ноттерн, лайтс, морфриквент. Это северное сияние. Северное сияние и несколько мне, да, солнечные лучи, ну, как бы, будут все события, которые будут происходить, и люди, которые будут как-то себя вести странно, да, неадекватно, возможно, потому что увеличивается и все больше, оно уже и так увеличилось, все больше и больше активности на Солнце происходит. Но мы знаем о том, что Солнце водородно становится гелевым, это очень серьезные изменения, и как оно будет воздействовать на людей и так далее. Но сейчас без деталей, да, сейчас просто вот то, что есть. Ну, северное сияние, я могу это объяснить достаточно, ну, с моей точки зрения, просто, поскольку увеличивается активность Нижнего мира. Нижнего мира и Солнечное сияние, то есть Северное сияние, простите, на самом деле не Северное сияние, а как мы это воспринимаем, мы его так называем. Северное сияние, это открытые порталы в Нижний мир, а Нижний мир Солнце не имеет, и весь свет, который, они, так сказать, живут, свет, это из самоцветов от камней, драгоценных камней, которых там много. Вот, ну, а то, что мы видим, это открываются вот такие на тонком плане порталы, и непонятно как, но мы это называем Северным сиянием, короче говоря. Ну, еще раз, солнечная активность и так далее, да. Так, Трамп, Трамп, Иллнесс, 9-го, 24-го, 24-го сентября. Это они видят, это вот тот самый старейшина, он видит о том, что серьезная болезнь не позволяет ему продолжать кампанию за звание президента for a while, ну, пока, во всяком случае. То есть предполагается, что там может произойти еще раз. Сентябрь, lunar eclipse или лунное затмение. 18-го числа, 17-го, 18-го, 20 сентября 24-го года мы начинаем поход к кольцу затмений, да, коридор затмений, по-разному там называется. Короче говоря, 18-го сентября коридор затмений и 2-го октября, про 2-го октября мы будем говорить потом, не сегодня, будет солнечное затмение. Ну и, как я уже сказал, очень серьезное воздействие на людей, особенно в свете того, что и солнце, активность, и вот то, что сейчас северное сияние, вот открытые шлюзы, вот нижние миры. Ну, короче, в общем, очень такое нелегкое время будет. Дальше. 18-го сентября, нарочно как бы не придумаешь, 18-го сентября, 24-го, вот здесь написано, сентябрь, 17-го, 18-го, 24-го года, состоится заседание Федеральной резервной системы, или Федерал Оупен Митинг Коммитинг, так это по-английски называется, где будет решено о изменении или оставлении прежней тарифной ставки. Так, 18-го числа затмения, и вот смотрим сюда. Дело в том, что 18-го числа его собираются теоретически посадить в тюрьму, могут посадить в тюрьму именно 18-го числа. То его собираются посадить на 34 уголовных преступления, которые он предъявляет по 34-м пунктам. На самом деле было значительно больше. Это было 88. Но я хочу остановиться, может быть, более подробно на 18-м числе и на 34-м. Смотрите, это нарочно не придумаешь называется. Первое. Лунное затмение, 18-го. Второе. Федеральная резервная система, 18-го сентября. Третье. Президент Трамп, 18-го сентября. Что такое 18? 18-е это, как мы знаем, три шестерочки. 18-е это, ну, не везде так плохо, а кто-то говорит очень хорошо. А если три шестерочки в других странах, в частности, да? А если говорить о трех шестерочках, которые мы развернем, значит, так сказать, с ног на голову, и будет у нас три девяточки, да? А дальше, смотрите, 34 тысячи. Смотрите. Сентябрь 17-го, накануне. То есть затмение 17-го теле 18-го. Федерал митинг 17-го теле 18-го. И суд 17-го теле 18-го. 18-го может быть решение, но 17-го он должен там появиться. И вот здесь мы видим раскладка вот этих числ по-разному. Высчитываем. На 17-е сентября мы попадаем 34. Да? Мы попадаем 1, 0, 0, 8. 1, 0 убираем. 108. 108 это, вообще-то говоря, сакральное число. И это 18. Да? То же самое 18. Дальше. 5, 0, 4. 5, 4 это будет 9. 9. Ну, 18, да, две девятки, да? 9 это Марс. Дальше. 2, 6, 1. 9. А дальше, помните, я говорил про Луну, да, люди, родившиеся 4, 7, 16, 22, 25 и 31 числа, это люди, которые задействованы в этих карамических планетах, называемых Раху, Кету, Нептун, Уран и так далее, и так далее. Вот, короче говоря, совпадение уйма, так, это 17 числа. А вот, что значит 18 числа? Так вот, да, еще одно число, про которое я говорил 34. 34 это одно число из ряда Фибоначи. Еще раз, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. 13 плюс 21, 34. Это важный день, важный год в жизни каждого человека, он попадает в ряда Фибоначи. После 34, следующее число 34 плюс 21, 55. 55 в этом возрасте тоже люди уходят, да, и довольно часто. Вот, и мы даже знаем, какие, об этом я уже тоже не один раз говорил. 51 плюс 34, 89. Ну, последнее, 89, заметьте, что такое 89? Мы довольно часто говорили о 88, да, 88. Вот, последнее время Жан-Поль Бельмондо, Аллен Долон, у которого умерли 88, Трамп, это 88. Если перевести в гематрию Путина, если перевести в гематрию, будет 88, 88 накануне, и это не самые благоприятные циферки, но это накануне 89. А 89, как и 34, это вход в следующий вариант. Итак, 18, да, 18 число. Что такое 71? Вы видите, 71. 18 число, то есть суммарное число будет 71. Давайте, чтобы визуально было видно. 71. Символизм, принцип индивидуальности, один, который совершает полный цикл эволюции, 70. 70 – это человек, это, ну, 7, да, мы знаем, сакральное число, вот, которое достигает совершенства. 7 плюс 1 будет 8, да, 8 бесконечно, и так далее. Но вот здесь интересно, да, в кабале и индуизме, ну, здесь написано так, это не иудаизм, я бы сказал, в ведизме, да, и имеет отношение к кабале. В подразделениях одной – маха-кальпа, продолжительность одной вечности, да, маха-кальпа, да, кальпа – это, еще раз, одна кальпа – это тысяча дивий юг, или это 4 миллиарда 320 миллионов лет. Маха-кальпа – 71 маха-юга, то есть там 3 триллиона, по-моему, миллиарды, миллионы, я же не помню. Короче говоря, маха-юга, или ман-ван-тара, ман-ван-тара, слово ман – человек, образует период в одну ману. Ману – это прародители человечества, ману. Согласно древнему индийскому, ведическому, здесь неверно написано, жизнь – царская власть одного Индры. Индра – это повелитель, или царь райских планет, или повелитель, так сказать, грома, молнии, дождя и так далее. Длится 71 ООН, ООН – это единица исчисления. В 71 год он эрголический философ Сократ. Вот эти вот циферки достаточно интересные, эти циферки. И еще раз, как я уже сказал, эти цифры входят в состав уровней Фибоначчи. То есть огромное количество совпадений, попадающих на эти даты. Что-то должно произойти. И тем самым мы видим здесь очень интересные вещи, о которых скрыты. То есть кто-то видит, кто-то не видит. Короче говоря, здесь достаточно серьезные вещи, связанные с водой, связанные с воздухом. Вода, воздух. Ну и, понятно, еще и огонь. В 99-м году тот самый незабвенный наш Вольфович сказал о том, что силы, определенные силы захватят Курск. Я не буду говорить, какие силы, потому что те силы, которые якобы захватили, это не силы. За ними стоят гораздо более серьезные силы. Опять же, вот. Ну, как бы, много чего сказал Владимир Вольфович, но что-то так, что-то не так. Это все, так сказать, тоже, ну, как бы, что ему сказали, то он и говорил сам. Вот, но дело в том, что предсказатели, вот те, которые, не только те, которые мы видим на экране, а и другие предсказатели очень серьезного ранга, да, масштаба. Один из них, который зовут Young Brand, он видел, да, о том, что вооруженные силы, причем это уже речь идет о Соединенных Штатах, и конфронтация с Саудовской Аравией, о чем всегда говорила Ванга, да, ну, и Иран или Пакистан, где могут, они вообще неконтролируемые ребята, да, это бесполезно, они могут все, что угодно сделать, ну, и вот он видит о том, что возможно, да, вероятное вот такое вот оружие массового поражения, да, на уровне вот этой брахмастеры, про которую я рассказывал, которая применялась еще 5000 лет назад. Вот, так что здесь вот такая вещь. Ну, и еще раз, годовщина 14 октября 1924 года. Это описано, значит, ну, во многих источниках, можно посмотреть, что это было. Это начало 42-го, 24, да, ровно 100 лет тому назад, сейчас 2024, и речь идет об октябре. И мы об октябре будем говорить там, значит, позже. Короче говоря, есть очень, так сказать, серьезные опасения от того, что могут произойти какие-то серьезные действия. Ну, про Авраам Линкольн, да, корабль военно-морских сил Соединенных Штатов Авраам Линкольн. Ну, это, ну, как бы одно из пророчеств. Авраам Линкольн, как мы знаем, был президентом, ну, собственно говоря, пророчества о затоплении, да, они, это может быть как раз-таки одним из метафорических, так сказать, смерти, и так далее, и так далее. Вот, но дело в том, что в Персидской, будем так говорить, империи уже более чем 10 лет есть ядерное оружие. Но его еще, слава Богу, не применяли, дай Бог, не будут применять. Но есть достаточно опасения. Ну, и тут речь идет о возрасте Южной Кореи, которая 48-го года, Северной Кореи, которая в сентябре 48-го года. И вот это все составляет ровно 3 шестерки умножить на 6 в марте-апреле 2025 года. То есть есть определенный цикл, он называется 76,6, да, есть 66,6, есть 76,6. Ну, вот эти вещи могут быть, да, ну и конец 24-го года. Но это мы будем говорить дальше. Короче говоря, конец 24-го года, первый кортал 25-го года, очень серьезное такое, как бы, окно достаточно серьезных событий. Здесь может идти речь и об Индии, да, и был фильм такой, по-русски это называется «Послесловие», ну, где речь идет о очень серьезной 10-мегатонной вот такой вот бомбе, которую сбросили, а мы знаем, что фильмы, они очень часто, очень часто, как бы, на уровне предсказаний, предсказательные какие-то фильмы, ну и вот на Нью-Дели было в этом фильме, вот об этом говорится. То есть это третий по величине мегаполис, официальное население 32 миллиона Нью-Дели, да, ну, как бы, по таким, ну, официальным подсчетам. Ну, и если это так, если это, так сказать, то, конечно, чуть ли не половина населения, по многим прогнозам, может, так сказать, не быть уже. Другой фильм, он называется, по-русски это, как бы, ну, что ли, «Ядерный понедельник» или «Армагеддон», да, в фильме. И вот речь идет о 48-м президенте, поскольку, поскольку 47-й предполагаемый президент, это, ну, мы знаем даже кто, женщины, да, ну, многие говорят о том, что этот вопрос уже решен, что бы тут не было, кто бы тут ничего не обсуждал, ну, вроде бы так, надолго ли, это мы не знаем. Хотя есть вероятность того, что может кто-то третий, ну, на этот момент будем так говорить, да. Евросоюз, Евросоюз, ну, не в лучшем положении, чем Соединенные Штаты, будем так говорить, если не в лучшем, и речь идет о, как раз-таки это имеет отношение к этой самой конфликту, конфронтации войне, Россия-Украина, это, ну, Три моря, Интермариум, да, по-английски, Интермариум трех, вот, морей, да, где создается, ну, не Евросоюз, а какое-то третье пока на этот момент сообщество, ну, вот об этом довольно часто говорят, в общем, будет много изменений, короче говоря. Вот поэтому Евросоюз может, так сказать, ну, развалиться, короче говоря, в какой-то степени.